Была принцесса, сейчас развлекает в аду чертей, вертясь на шесте. Поздравляем от всей души, эту маленькую *** переехала грузовиком. Эта переписка похожа на чат людоедов. Пользователь радуется детским смертям. Казалось бы, что может быть циничнее? Всё дело в том, что эти девочки и мальчики живы. Их похороны устроили с помощью фотошопа в трэш-канале Телеграм под названием «Медведь Рилакума». Она, как администратор, видит фотографию моего ребёнка живого, которого сделали мёртвый. И пишет, я тут ни при чём. Маргарита из Смоленска, мама одной из девочек, чьё фото наклеили на надгробье. Чёрный юмор в сети она, конечно, не оценила. Говорит, якобы зачинщики всей истории, один из администраторов этого трэш-канала, красноярка Ольга Шмаль и его создатель Александр. Обе женщины-блогеры. Раньше тесно общались, но потом их взгляды разошлись. И жертвой мяча-то стали ребёнок и муж Маргариты. Я делаю замечание. Я говорю, зачем ты это делаешь? Убери это. На что он мне говорит, ах ты, сейчас твой ребёнок тоже будет. И отправляет эту фотографию моего ребёнка. Вчера они моего мужа, участника СВО, боевых действий, выставили. Будто он убит русскими нашими солдатами. И они выставили похоронное фото. Маргарита не единственная жертва травли. Это десятки людей из Бийска, Демидова, Смоленска и Санкт-Петербурга, говорит блогер. Они ещё доходят до того, что они на почту электронную вот этих людей, они хорошо знают почту этих людей, присылают эти фотографии и начинают шантажировать. Вот мы там делаем такие фотографии, ну то есть выводят их на эмоции, понимаете. И любому родителю страшно просто реально увидеть фотографии своего живого ребёнка на могильном памятнике. Репутацию трэш-блогерши в Красноярске Ольга Шмаль заработала давно. Она устраивает в сети прямые эфиры с пьянками, тусовками. В этом же канале просит деньги, якобы на лечение дочери с ДЦП. После того, как история с виртуальными детскими похоронами получила огласку в СМИ, Ольга отрицает свою причастность к кандальному телеграм-каналу. Канал «Медведь Релакума». Там вы стоите администратором. И? В этом канале размещаются подобные посты. Пожалуйста, не придумывайте вот такую ерунду. Там более ста человек. Я понятия не имею, кто там что размещает. Сообщества в сети, в которых общается герой этой истории, сложно назвать нормальными. Они обсуждают сплетни, чужие жизни, радуются неудачам. Можно было бы не обращать на них внимания, но в списке пользователей и зрителей сотни и даже тысячи человек. Присоединиться к ним может каждый, так же, как и стать их жертвой. Да, я если начну твоих детей трогать, я даже твоих детей трогать ещё не буду. Сегодня полиция начала проверку публикаций о фейковых смертях несовершеннолетних. Авторам таких постов могут грозить реальные уголовные сроки. Подобная история не первая даже в Красноярске. Так, в апреле 23-летняя трэш-стримерша кричала матом и оскорбляла своего ребёнка в прямом эфире. Всё ради просмотров и денег от любителей таких зрелищ. Детей у неё изъяли, блогершу отправили в СИЗО. Алена Крашенинникова, Павел Гейнце. Новости Прима.